За окном январь месяц, и я сегодня хочу с вами поговорить о разнообразии листовых форм цветов гибискусов. Итак, расцветки самих цветов бывают очень разнообразные. И белые, и желтые, и красные, и синие, смешанные расцветки. Их огромное количество. Но и форма листвы у всех гибискусов тоже очень сильно отличается. Все сорта разные. Итак, поговорим о самом первом, можно сказать, сортовом моем гибискусе. Это сорт Габриэль. У него лист имеет форму сердечка, ровный абсолютно. Марея Антония. Лист также форма сердечки, но зубчатая форма листа. У сорта Мариана Чарльтон листва гораздо крупнее, но тоже имеет ровный край. Антик Трезур. Волнистая листва. Такая интересная. Как будто бы с прожилками. Фасил. Форма листа блестящая. Форма листа с зубчиками. Расцветка блестящая. Очень красивая листва у сорта Папочкин Ангел. Лист похож на какое-то экзотическое растение. Очень красивая форма листа. Наверное, одна из самых красивых. Еще мне нравятся листва у сорта Эрин Рэйчел. Они не крупные, но расцветка очень красивая, темно-зеленого цвета. Блестящая, как бы с ворсинками. Из новых сортов небольшие черенки у меня есть. Барон Мэтс. Блестящая листва. Неровная листва у Найт Рунер. У Нитроэкспресс темные, толстые листья. Немного неровной формы. Также блестящие. Крупные листва у сорта Тахитян Принцесс. Причем я заметила, что у многих сортовых гибискусов, которые имеют крупный цветок, листва тоже довольно-таки крупные. Но сейчас зима. Мы наращиваем листву, но листва не очень крупные. Не очень люблю листву у красивого сорта Криол Леди. Потому что она матового цвета. Как будто вяловатая всегда. Немного вялая. Мне всегда кажется, что как будто растение не дополито. Летом оно вообще имеет такой матовый цвет. За это я не очень люблю это растение. Но само растение я люблю, потому что у него очень красивое цветение. Хамелеон цветок. Утром он расцветает одной окраски, а к вечеру меняет и становится совсем другой. Так же покажу вам форму листа Вуалюр. Лист темно-зеленый. Не очень крупный. Кстати, из всех сортов. Наверное, он не очень неприхотливый. Я его постоянно режу. Но, несмотря на обрезку, он постоянно цветет. По весне. Это у нас тайская королева. Лист также очень крупный. Цветок у тайской королевы больше 20 сантиметров и держится 3 дня. Листва очень крупные. Из-за этого укоренять черенки не очень удобно. Листва при укоренении портятся. Но это не мешает ему куреняться. Хоть и не всегда имеет презентабельный красивый вид сам черенок. Так. Это у нас Крис Дракула. Листва. Свежие листочки у нас идут. Такие. Тоже зубчатый край. Очень интересные листва. Итак, кого еще не показала? Это Шторм. Цветочки не крупные. Но сам цветок тоже, я бы не сказала, что крупный. Тоже не очень крупный. Но он имеет темную синюю окраску. Очень красивый, эффектный цветок. И поэтому размер тут, я считаю, что не имеет значения. Растения. Там на заднем плане у меня еще есть растения. Например, Море Анастасия. Сейчас подберемся. Имеет такие вот тоже красивенькие листики. Чериополоцца. Небольшой черенок. Сейчас мы доберемся до него. Вот он. Уронили ванду, пока добирались. Вот у меня какая огромная ванда. Красавица. Места занимает много, но цветет очень эффектно. Поэтому я ее очень сильно люблю. Вот. Показала вам, что листва у цветов гибискуса тоже разные. Скоро мы начнем цвести. Буду показывать вам цветы. А пока показала листики. Надеюсь, вам было интересно. Сортовые гибискусы по листве. Еще скажу, что они отличаются. У них листва. Когда посмотреть, если на сортовой гибискус и на несортовой, то я могу сразу сказать, что сортовое это растение или несортовое. Потому что у сортовых листва более плотные и совсем другого вида. в общем, на каком-то внутреннем уровне. Глядя на гибискусы. Я занимаюсь ими уже больше 10 лет. Это не вся моя коллекция. Часть коллекции стоит у моей мамы. Еще на другом окне есть. Это очень красивые, эффектные цветы. Как я сказала, в будущем я вас познакомлю с ними. А пока большое спасибо вам за внимание. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok